ДИНОГЕМ Есть две вещи, которые вы должны учиться о Дино-Гемах. Одна, вы не можете выбрать их, они выбирают тебя. Что другая? Они очень хорошо с Дино-Морфами. Более 800 серий, и мы вспомним лучшие из лучших. Добро пожаловать на WatchMojo Россия! И сегодня мы покажем вам наш топ-10 серий могучих рейнджеров. Давай, давай! Для этого списка мы не ограничились только одним сезоном. Мы увидим фрагменты из самых запоминающихся серий, которые сделали этот сериал таким морфеноменальным хитом. Прекрасный экшен, потрясающее развитие персонажей, в общем, все, что выделялось все эти годы. И да, впереди спойлеры. Номер 10. Белый свет. Могучие рейнджеры сезон 2. Когда силы лорда Зеда усиливаются, рейнджерам приходится опять вернуться в игру. Зордан и Альфа таинственно исчезли в самое неудачное время, так как новейший монстр Зеда вырвался на свободу, и Билли решает прояснить ситуацию. Он находит секретную дверь в командный центр и видит, что они работают над большим сюрпризом. Сюрприз — это буквально сияющий маяк надежды. Белый рейнджер. С новыми силами, новым мечом и новым белым тигразордом Томми вернулся, и эти серии стали истинным поворотным моментом для сериала. Назначение Томми новым лидером появления совершенно новой потрясающей комбинации мегазорд — все это дало понять, что в этом сезоне будут эпичные битвы. Номер девять. Зеленая свеча. Могучие рейнджеры. Первый сезон. Большинство подростков должны беспокоиться лишь о том, как пригласить пассию на танец. Но это наименьшая проблема Томми. Пока остальные рейнджеры сражаются с изменяющим облик монстром, у Риты есть планы на Томми в виде волшебной свечи, которая медленно истощает его силы. Джейсон пытается забрать свечу, но приходит к сложному решению, которое впоследствии его преследует. Хотя монстр побежден, уже слишком поздно. Зеленая свеча сгорела, а силы зеленого рейнджера исчезли. На время. Хотя результат печален, мы заканчиваем на счастливой ноте. Моменте между Томми и Кимберли, которого все ждали. Учитывая, что RPM стал последним сезоном сериала, выпущенным Дисней, создатели оторвались на этом сюжете, развивающемся в постапокалиптическом будущем. В этой двухсерийной премьере мы увидели, что RPM не будет типичным сезоном, ведь в постапокалиптическом мире главный персонаж Дилан не является частью оригинальной команды рейнджеров. А Зигги... ладно, просто смотрите. Находя баланс между мрачным тоном и беззаботными диалогами, создатели сделали сюжет интересным, и первые эпизоды подтверждают, что тот сезон был незабываемым. В каком еще сериале могут устроить крутую драку в тюрьме за банку в аренде? Номер 7. Отражение. Могучие рейнджеры КПД. С самого начала Скай Тейт хотел следовать по стопам своего отца, став красным рейнджером КПД, и он может получить шанс на это раньше, чем он думает. Скай отправляется на допрос Мирлока, преступника в селе Ганнибала Лектора, который может путешествовать через отражающие предметы. Для сбора информации о монстре, меняющем облик, но Мирлок за это выставляет дорогую цену. Скай вспоминает историю своего отца и случайно позволяет Мирлоку убежать. Когда Скай узнает, что Мирлок его отца и убил, дело становится личным. Поэтому Джек предлагает Скаю инструмент, чтобы сравнять счет. Мурфер красного рейнджера вместе с новым батлайзером. Скай удалось воплотить свою мечту о мести, но он герой вне зависимости от цвета. Номер 6. В десятой степени. Силы Розового. Могучие рейнджеры. Потерянная галактика. Несмотря на то, что она начала цикл ежегодных кроссоверов, эта серия одна из самых веских. Тракина и Девиот возродили лучших охотников на рейнджеров, психо-рейнджеров. Но, к счастью, у рейнджеров потерянной галактики есть космические рейнджеры, пополняющие их ряды. Таким образом, мы получили одну из самых эпичных битв в истории сериала, но этим дело не закончилось. Розовый рейнджер выживает и использует опасное оружие, чтобы попытаться украсть силу у Кэсси. Кендрикс удается спасти Кэсси, но роковой ценой. Так как у актрис, сыгравшей Кендрикс, была обнаружена лейкемия, создатели решили убрать ее из сериала с помощью первой в истории рейнджеров смерти на поле боя. Вот такой шокирующий конец. Номер пять. Конец времен. Могучие рейнджеры. Патруль времени. Четыре из вас вернутся в фирме 3000. Четыре из нас? В этом, состоящем из трех частей финале сезона, четыре рейнджера Патруля времени возвращаются в будущее, поскольку Рансик готовится к атаке, которая может уничтожить время. Уэст неохотно отсылает их против воли, оставляя себя и Эрика сражаться в одиночку. К сожалению, рейнджеры будущего слишком вдохновлены философией Уэса «делай свою судьбу, чтобы оставить его». Все они перегруппировываются для финальной битвы с преступным лидером, но вместо обычного окончания а-ля «убить плохого парня и спасти день», Рансик сдается, когда его ненависть к людям почти убивает его дочь. Таким образом, сезон заканчивается, возможно, самым впечатляющим сообщением и прощанием Уэса и Джен. Номер 4. «Зеленый возле. Могучие рейнджеры. Сезон 1». Прежде чем стать легендой рейнджеров, Томми был новым студентом в школе Энджел Гроув и привлек внимание рейнджеров, особенно Кимберли. К сожалению, Рита тоже заметила его и загипнотизировала, превратив в своего нового злого зеленого рейнджера. Зеленый рейнджер, не теряя времени, отключает командный центр, разрывает контакты с Зорданом и превосходит рейнджеров при каждой возможности. Этот пятисерийный мини-сериал изменил все течение первого сезона. Здесь не только драка рейнджеров против одного из своих, но и их борьба без руководства Зордана. И реальная угроза, что Рита может победить. В конце концов, после интенсивной битвы один из самых смертоносных врагов рейнджеров становится их самым большим союзником. В сериале о разноцветных героях, сражающихся со злыми монстрами, редко бывает, что наставник команды получает предысторию, не говоря уже о столь тяжелой. Актриса Оливия Теннет, которую играет доктора Кей, демонстрирует впечатляющую игру, и мы узнаем, что ее персонаж, еще будучи ребенком, был похищен и вынужден работать на правительственном объекте большую часть своей жизни. Мы видим неловкие отношения, которые складываются у нее с двумя другими подопытными, Джемом и Джемой. И самое главное, мы узнаем, что в отчаянной попытке убежать из лаборатории она случайно создала злодея Венджикса, тем самым обрекая человечество. Это огромная ноша вне зависимости от того, детский это сериал или нет. Номер два. На веки красные. Могучие рейнджеры, дикий мир. Есть ли лучший способ отпраздновать десятую годовщину, чем соврать идеальную команду? Последний оставшийся генерал из лоимперии машины Зео находится на Луне и планирует атаковать Землю. Коул, красный рейнджер, призван помочь важной миссии. Остановить их. С помощью предыдущих девяти красных рейнджеров всех команд. Это была серия, которую ждали все. Воссоединение самых знаменитых цветных рейнджеров, которые собрались вместе, чтобы делать то, что они делают лучше всего. Сражаться со злом. Все это вместе с кучей забавных отсылок и веселым прощанием в конце. Пока мы не показали вам номер один нашего топа, вот несколько почетных упоминаний. Я не хочу бороться с тобой, брат. И я не хочу больше слышать твои львы. Согласно с сателлитной гайдом, это депутатное шоу про известные рейнджеры. Ты не думал это в английском. Мы в ТВ-шоу в Японии. Я хочу увидеть это. Смотри, у нас есть доктор О. Но как? Я взял твои рейнджеры. Это ты думаешь? Но когда один рейнджер, всегда один рейнджер. Номер один. Отчет к уничтожению. Могучие рейнджеры в космосе. Смолнивай все мои злые силы. Они должны все уничтожить, чтобы наконец-то уничтожить вовремя. Когда сериал находился на грани отмены, продюсеры пошли ва-банк, чтобы снять самый крутой финал. Каждый значительный злодей сериала нападает на вселенную, а астрономы направляют взор на Землю. Комические персонажи Толстый и Тонкий берут на себя миссию возглавить борьбу за Энджел Гроув, в то время как Андрос пробирается на борт корабля Астрономы и находит пропавшего Зордана, который дает ему последнее задание. В этот момент заканчивается эпоха Зордана. Каждый злодей из последних шести сезонов уничтожен, а сериал получил достаточно высокие оценки, чтобы спастись от отмены. Согласны ли вы с нашим списком? Какой ваш любимый эпизод сериала про разноцветных подростков с характером? Напишите об этом в комментариях. А для новых ностальгических топ-10 каждый день не забудьте подписаться на WatchMojo Россия. КОНЕЦ